здравствуйте мои дорогие зрители с вами снова Велена и косметическая кухня Бьюр на улице наступила осень спряталось солнце и сейчас самое время привести свою кожу в порядок и поэтому сегодня я научу тебя готовить осветляющий крем для лица который вылез кожи все неровности выровняет ее цвет а также придаст ей здоровый красивый и сияющий вид готовить данный крем я буду с новым компонентом от магазина Бьюр под названием Эктивайт купить его можно по ссылке которую ты увидишь в углу экрана полный рецепт а также список компонентов смотри под этим видео а я тем временем начинаю приготовление и начинаю я его как обычно с жирной фазы первый компонент жирной фазы это эмулигатор эмульфарма 1000 его в рецепт входит 5 процентов или два с половиной грамма забыла сказать о том что готовлю я сегодня 50 грамм крема а также лишний раз хотелось бы напомнить что вся та с которой вы работаете должна быть простерилизована следующими в жирную фазу я введу жирные масла абрикосовых косточек а также жажоба их рецепт входит по 5 процентов или по два с половиной грамма эти масла в комплексе глубоко питают увлажняют кожу они оказывают регенерирующие и омолаживающие действия придают коже эластичность и разглаживают мелкие морщинки дальше в рецепт я введу растительные триглицериды в размере 10 процентов или пяти грамм триглицериды делают наш крем более легким приятным и растекаемым при нанесении можно сказать они заменят силиконы в креме но при этом является растительного происхождения дальше в жирную фазу я введу воск жасмина его в рецепт входит два процента или один грамм воск жасмина придаст крему удивительный нежный аромат а крем дополнит увлажняющими питающими и защитными свойствами и последним компонентом жирной фазе будет витамин е его в рецепт входит пол процента или 0,25 грамма на этом приготовление жирной фазы закончена и дальше я приступаю к водной фазе в водную фазу у меня входит очищенная вода а также гидролат лимона для начала я беру стаканчик который я заранее отмерила воду и в рецепт входит 10,6 грамма и дальше я в нее буду добавлять гидролат лимона его в рецепт входит 40 процентов или 20 грамм но в водную фазу я налип всего лишь 17 грамм гидролата лимона а остальные 3 грамма я оставлю для активной фазы которые буду распределять активы которые нельзя нагревать дальше я беру водную фазу жирную фазу и обычно ставлю их на водяную баню до накрывания до температуры около 58 градусов цельсия до тех пор пока жирная фаза и все в ней компоненты не растворятся а водная фаза не приобретет такую же температуру а пока водная и жирная фазы греется на водяной бане я приготовлю активную фазу для этого я беру чистый простерилизованный стаканчик небольшой емкости и наливаю в него 3 грамма гидролата лимона о которых я уже ранее говорила и первым и достаточно важным компонентом активной фазы будет камбучка ее в рецепт входит 3 процента или полтора грамма камбучка используется в косметике для изглаживания кожи и придания ей сияющего вида но наряду с этим она стимулирует синтез коллагена корректирует морщины а также повышает упругость кожи дальше водную фазу я веду осветляющий компонент активай его в рецепт входит 2 процента или 1 грамм активает осветляет кожу и придает ей блеск молодости поскольку он выравнивает цвет лица борется с пигментными пятнами и веснушками а также уменьшает выработку меланина и последним компонентом активной фазы будет консервант геогард ультра его в рецепт входит полтора процента или 0,75 грамма данного количества консерванта будет достаточно для того чтобы крем прожил у вас на полке в ванной до трех месяцев больше в активную фазу ничего добавлять не буду и сейчас размешаю ее миксером до полного растворения сухих компонентов в воде я добавила активайт в активную фазу но поскольку производитель разрешает нагревать его до температуры не выше 80 градусов цельсия его также можно добавить в горячую водную фазу перед эмульгированием крема я закончила размешивание я закончила размешивание активной фазы она у меня получилась достаточно густая и вязкая благодаря большому количеству активайта сейчас я отложу ее в сторону и займусь приготовлением эмульсии из водной и жирной фазы водная и жирная фазы нагрелись на водяной бане в жирной фазе все твердые компоненты растворились и сейчас я хочу эмульгировать но перед тем как начать эмульгирование я добавлю в горячую водную фазу оставшиеся компоненты которые нужно добавить именно перед эмульгированием первый из них это комплекс церамидов sk influx v его в рецепт входит 3 процента или полтора грамма сами церамиды это уникальный компонент восстанавливающий защитную функцию кожного барьера который помогает поддерживать увлажненность рогового слоя предупреждает преждевременное старение и улучшает упругость кожи и следующий компонент который я добавлю в горячую водную фазу это алантаин его в рецепт входит пол процента или 0,25 грамма алантаин смягчает увлажняет кожу он обладает защитными функциями в условиях агрессивной окружающей среды в особенности его хорошо применять осенью и зимой сейчас размешаю компоненты горячая водная фаза будет полного растворения а теперь я буду эмульгировать для этого я беру жирную фазу и начинаю постепенно вливать в нее водную фазу постоянно помешивая миксером и продолжаю размешивание миксером примерно на протяжении одной минуты до образования однородной эмульсии а после этого я возьму стеклянную палочку и продолжу размешивание палочкой до остывания этой эмульсии примерно до температуры 40 градусов цельсия моя эмульсия остыла до температуры примерно 40 градусов цельсия как ты видишь она уже достаточно густая и сейчас я продолжу добавлять оставшиеся компоненты первый из них это витамин а его в рецепт входит пол процента или 0,25 грамма витамин а стимулирует обновление отшелушивания клеток кожи тем самым выравнивая ее структуру и цвет витамин а используют для выведения пигментных пятен для улучшения цвета лица и для разглаживания морщин дальше в эмульсии буду добавлять co2 экстракты одуванчика и грейпфруты их рецепт входит по 0,4 процента или по 0,2 грамма данные экстракты обладают мягким отбеливающим свойством помогают убрать неровности кожи и осветлить пигментные пятна дальше я размешиваю данные компоненты в эмульсии до их полного растворения и последнее что я сделаю это я введу активную фазу которую я раньше приготовила после этого я продолжаю размешивание с помощью стеклянной палочки до тех пор пока эмульсия полностью не остынет до комнатной температуры и не приобретет однородную и густую консистенцию для этого мне понадобится примерно 10 минут я закончила размешивание крема эмульсия полностью остыла и сейчас я могу перекладывать ее в косметическую баночку для этого я использую пластиковую баночку емкостью 50 миллилитров с крышечкой вставочкой обязательно приготовь себе такой крем для лица главными компонентами в нем выступает актива а также комбучка которая осветляет и придет коже ровный и сияющий вид и дополняют их действия растительные экстракты одуванчика и крейпфрута тобой была елена и косметическая кухня бьюр остались две отзывы и комментарии задавая вопросы которые тебя интересуют а также обязательно подписывайся на мой канал до скорых встреч на новых мастер-классах пока пока пока